Программа «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина. «Код доступа», как всегда, в это время по субботам. И первое, с чего я хочу начать, это, конечно, с теракта в Орландо. 12 июня Амар Матин, американец афганского происхождения, радикальный исламист, расстрелял в городе Орландо 49 человек в гей-клубе. За три месяца до этого взрыва в бруссельском аэропорту Завентем и на станции метро унесли жизни 32 людей, а 13 ноября в Париже террористы убили 130 человек в концертном зале Батакуа на нескольких кафе и ресторанах. Вот, на первый взгляд, все эти три теракта похожи друг на друга. В конце концов, все это дело рук исламских радикалов, однако есть существенное отличие. Теракт в Орландо – дело рук одиночки. Да, Матин посещал кучу радикальных имамов, об этом я потом буду говорить. У него безумный отец, который эмигрировал в США, но при этом призывал Аллаха поразить его врагов раком. Жена Матина, похоже, знала о теракте. Матин много раз говорил очень странные вещи. Его сослуживец Дэвид Гиллрой по компании. Кстати, Матин служил в охранной компании. Более того, она имела контракты крупные от государства США. И вот этот вот Гиллрой в конце концов не выдержал и написал донос на Матина, что тот каждый день говорит страшные вещи, все время ругается на геев, на женщин, на негров. В результате уволили как раз гибрая с формулировкой «Матин мусульманин, и мы не можем его уволить, это парит некорректно». Но все-таки это теракт одиночки в том смысле, что именно теракт Матин не готовил ни с кем из посторонних. Разве что жена об этом знала. Ругался в Фейсбуке, постил это, да, но за пост в Фейсбуке не несешь уголовную ответственность. Более того, у этого, конечно, одиночки были проблемы не только с психикой, но прежде всего с папой, потому что папа ненавидел геев, Матин был, по-видимому, гей, и даже не скрытый, а практикующий. То есть это очень характерно, когда человек, являющийся геем или скрытым геем, вдруг вот Милонов какой-нибудь как начинает сосредотачиваться на этой теме. Но Милонов у нас, как известно, еще так борется за то, что «Мосты в Петере» именем Кадырова называли. Так вот, все-таки Матин – это одиночка в том, что касается самого теракта. А вот в Брюсселе и Париже – это дело рук сетей. Причем эти сети были не просто многочисленные, они пользовались таким снисхождением со стороны общества и государства. И это не случайная разница, потому что, посмотрите, практически все теракты, совершенные представителями радикального ислама в США – это дело рук одиночек или родственников, то есть мелкой ячейки. Братья Царнаевы, бостонский марафон – одиночки. Саэт Резван Фарук и Тавшин Малик – супруги, устроившие бойню в Сан-Бернардино – одиночки. Асия Сидики и Най Валенцес – две экзальтированные девицы. Тоже решили послужить Аллаху путем изготовления бомбы из скороварки. Их арестовали в апреле 2015 года. Они жили в одной квартире. Пока они вдвоем жили, все хорошо. Как только они решили привлечь к делу третьего, он оказался агентом ФБР и всех их сдал. Мухаммад Юсеф Абдул-Азиз 16 июля 2015 года расстрелял морских пехотинцев в Чатануге. Одиночка. Элтон Стипсон и Надир Суфи. А они в прошлом году, 3 мая, пытались расстрелять выставку кариканурно-пророка Мухаммеда. Ранили полицейского. И этот же первый раненый имя полицейский застрелил их. Опять же, они были одиночки. Они не были членами сети. Европейские теракты – это совершенно другой паттерн. Братья Куачи, расстрелявшие журналистов в Шарле-Эбдо. Террористический шлейф с милю длиной. Они были частью исламистской банды. Эта банда регулярно встречалась в Пагде-Водде-Шамон Париже для военно-диверсионных тренировок. Так, на минуточку. Вот как у нас сейчас выясняется, что вот эти наши прекрасные ребята, которые чудили в Марселе, они тоже долго тренировались. Я об этом тоже буду говорить. Значит, Куачи стажировался в тренировочных лагерях Аль-Каиды. Он даже получил три года за терроризм в 2008 году. Естественно, понятно, не осидел. В Париже, напомню, что было 13 ноября. Три команды, шесть одновременных нападений. Один из организаторов теракта, Ахмед Абдельхамид Абауд, в Сирии сражался с 2013 года. Никаким секретом этого не было. Он перед журналистами позировал на фоне грузовиков с трупами. Он хвастался, вот как раньше мы, значит, грузили в грузовике оборудование для того, чтобы кататься на водных лыжах, а теперь мы грузим трупы неверных. Другой организатор Батаклана, Салах Абдеслам, опять же, несмотря на всеевропейский розыск, спокойно жил в своем родном районе Баленбек, держал, дознал его каждый встречный и поперечный. Арестован был после того, как брат его взорвался в бруссельском аэропорту. И причина, по которой Абдеслам спокойно жил в Маленбеке, была очень проста. Я как-то о ней говорила. Потому что мэром города Маленбек в течение 20 лет был левак по имени Филипп Моро, который заключил выгодный электоральный союз с мечетями. Имамы в мечетях призывали голосовать за Велиму Моро. Мусульманское население города, ну, пригорода, все увеличивалось и увеличивалось. В 2008 году начали из Маленбека вытеснять евреев. Фактически это были погромы. Мэр Моро заявил, что во всем виноваты сами жиды, которые, цитирую, хотели отказать мусульману в праве на культурное многообразие. Когда случился теракт Шарли Эбдо, и мэра Моро попросили прокомментировать, он опять сказал, что во всем виноваты проклятые израильтяне, и что ненависть к арабам насаждается на Западе, чтобы оправдать позорную политику государства Израиля. То есть почему в Маленбеке соседи не выдают террористов? Ровно по той же причине, по которой они их не выдают в Афганистане. И на одного террориста, который взрывается в аэропорту, в Маленбеке приходится сто, которые спокойно получают дань славочек. Потому что в Маленбеке, так же, как и в Афганистане, терроризм является социальной лестницей. Причина, в которой американские террористы являются одиночками, тоже очень проста. Их ловят. Вот недалеко, как на прошлый недень, Нью-Йорк Таймс обликовал очень любопытную статью Эрика Лихтблау. ФБР ставит на провокации в борьбе с ИГИЛ. А поскольку Нью-Йорк Таймс газета либеральная, то автор статьи, в общем, с плохо таким скрыванием, с суркваиваемым возмущением описывает, как нехорошие ФБРовцы провоцируют мирных мусульман, которые еще раздумывают, где совершить ли им или не совершить теракт, даже продают им фейковые бомбы. И вот всего ФБР только за два последних года предотвратило таким образом около 90 терактов. То есть вот если бы такой агент ФБР оказывался бы рядом с Амаром Матином, то мистера Матина приняли бы на входе в клуб, а мистер Лейхтбалл в следующей статье включил бы его в мартирулог мучеников, безвинно пострадавших от американской охранки. То есть Европе подобное невозможно. Мы просто ничего не слышим о европейских спецслужбах, которые не то что внедряются к террористам, просто которые знают, сколько лавочников платят радикалам в Маленбеке. Потому что если бы любой европейский агент попытался сделать то, что ежедневно делают ФБРовцы, он бы тут же сел на 30 лет за провокацию против мирного ислама. Это все не значит, что в США дело обстоит замечательно. Нет, дело обстоит плохо, потому что, например, бросается в глаза, что Амар Матин посещал кучу радикальных имамов. Например, он посещал имама Абу Тауба. Он же Маркус Дуэйн Робертсон. Это бывший охранник слепого шейха. Это лидер вооруженной банды грабителей. Это человек, который в 2011 году сел. Причем сидел он в одиночке, потому что он считался суперопасным, потому что он немедленно начинал пропагандировать своих сокамерников. Федералы пытались его закатать на 10 лет за терроризм. Но судья Грегори Преснер решил, что федералы кривещут на бедного Робертсона и освободил его в июне 2015 года. Так что, без сомнения, 49 родственников-покойников могут поблагодарить судью Преснера. Кроме того, Амар Матин посещал британского проповедника Фарука Сикалишфара, который как раз в марте этого года гастролировал в Орландо, как раз изюминкой проповеди этого человека считаются открытые призывы убивать геев и лесбиянок. Он посещал исламский центр имама Шафика Рахмана, тот же, который посещал американский гражданин Монара Бусалха, взорвавший себя в Сирии в 2014 году. И, кстати, вот этой недавней замечательной книжке Фредериха Форсайта, «Кажется, The Time to Kill», о которой я как-то уже несколько месяцев назад вспоминала, где в результате страшной, тяжелой операции ликвидирует, наконец, радикального имама, который призывает к убийствам и живет где-то в Сомали и передает свои проповеди на волю исключительно с помощью флешки. Вот это вот прекрасный триллер Форсайта, который рассказывает, как здорово Запад борется с этими нехорошими проповедниками. А вот это реальность, что вот этот вот самый Фарук Сихаревшар как раз должен был ехать в Австралию на днях читать проповеди. Правда, после того, как случилась Орландо, его не пустили. Вот уже посыпались вопросы, да, особенно в Америке. Где была ФБР? Ответ очень простой. Потому что ФБР же даже интервьюировала Амара Матина. Она его интервьюировала дважды. Один раз как раз по поводу связи его с человеком, взорвавшимся в Сирию. Другой раз после вот доноса этого самого Геллроя, когда Амар Матин с негодованием сказал, да, я что-то там говорил, но это было в ответ на антиисламские выпады самого Геллроя. Так вот, где была ФБР? Ответ очень простой. С 2011 года администрация президента Обамы распорядилась изъять из всех государственных институтов США любые пособия, в которых упоминается о возможной связи какой-либо ислама и насилия. В 2014 году прямой запрет был введен в ФБР учитывать религиозный фактор при расследовании террористов. То есть, ответ на вопрос, почему ФБР не могла заняться Матином, очень прост. Потому что для того, чтобы гейм заняться, ей нужно было подослать к нему агента. И этот агент не мог сказать, да, слушай, а чем тебе не расстрелять гей-клуб в Орландо? Этот агент должен был долго-долго-долго все у Матина записывать, пока Матин сам бы не сказал. А знаешь, я хочу расстрелять гей-клуб в Орландо. А после того, как Матин это сказал, да, еще раз, ни в коем случае его нельзя было провоцировать. Надо было много раз повторить. А правда ли ты хочешь это сделать? Ведь тебя же никто не принуждает. Нет-нет, я хочу и так далее. То есть на всех в таких условиях ФБР не хватает. ФБР и так за эти годы предотвратило в Америке около 90 терактов. И это все при том, что у них запрещено внутренними документами употреблять слово «ислам» в сочетании со словом «воинственный». Лично Обамой, лично Эриком Холдером. Президент Обама очень боится обидеть нежные души террористов из Айсис. Сразу после вострела в Орландо мир наблюдал, как президент США на брифинге так и не смог выговорить слово «радикальный исламский террорист» о человеке, который расстреливал людей с криком «Алах Акбар». Вот это совершенно поразительный момент, вдумайтесь. Вот одноклассники этого парня, простые ребята, они сейчас дают интервью, говорят, слушайте, он в школе такое говорил, что мы совершенно не удивились, когда он расстрелял этот гей-клуб. Вот этот самый Дэвид Гиллрой, о котором я уже говорила, он говорил, слушайте, ну это невероятно. Этот человек все время находился в состоянии гнева и ярости, то по поводу женщин, то по поводу негров, то по поводу геев. Более того, Гиллрой, как я уже сказала, был уволен, а не Матин, потому что человек, потому что Матин был мусульманином, а как мы уже знаем от президента Обамы, любое подозрение мусульманина в том, что он может быть террористом, это исламофобия до тех пор, пока этот человек не взорвется. Когда он взорвется, то исламофобия является утверждением, что этот нехороший террорист является представителем радикального ислама, потому что оно оскорбляет мирную религию ислам. Более того, там есть другой был клуб, назывался «Ревир», тоже гей-клуб. Владелец у него был Микабас. Вот владелец другого клумба, ему тоже пришло приглашение дружить от Матина, он зашел на его страничку, увидел, что что-то там много арабских надписей и сказал «Спасибо, спасибо, не надо». Вот этот, значит, Микабас сейчас трясется. Владелец компании, у которой Матин пытался купить бронежилет, тоже позвонил в ФБР, не в полицию ФБР, и сказал, что тут странное. ФБР не среагировало. Вот получается, все эти очень простые люди, одноклассники, охранник, владелец гей-клуба, они элементарными способностями некими обладали, у них что-то зазвенело. Президент Обама не дорос до их интеллектуального уровня, получается, как эти, в общем-то, простые люди. Они могут сложить дважды два, Обама не может. Или, как сказал Дональд Трамп, не хочет. Обама объяснил свою позицию, что отказ от слова «радикальный исламский терроризм» ни на йоту не ослабил меры, принятые против этого самого терроризма. Это стопроцентное вранье. Смешно говорить, что запрет ФБР, учитывая религиозный фактор, при преследованиях экстремистов, не ослабил. Вот еще проще посмотреть, сколько терактов было в Америке при Буше с 11 сентября, и сколько терактов стало в Америке при Обаме. У нас, вы помните, некоторое время, пока был Буш президентом, я не сочувствую Бушу президенту, поймите меня правильно, но вот у нас Миша Леонтьев любил очень рассказывать, что американцы сами организовали 11 сентября, и в качестве довода говорить, что после 11 сентября же не было терактов. Вот все при Обаме теракты появились. Более того, Обама сказал, что если он скажет радикальный исламский терроризм, этим он даст пищу для пропаганды Айсис. То есть, если мы попадем в их ловушку, говорит Лобама, и будем красить всех мусульман одним цветом, тогда мы делаем за террористом их работу. Во как! Допустим, допала, ну скажем, Германия на Британию. И Черчилль говорит, мы не назовем нападающих немцами, потому что немцев много разных, и мы не дадим пропаганде Геббельса оружие в руки. Ну, в общем-то, наверное, Айсис не очень нуждается в словах или не словах Обамы, чтобы рассказывать, как страшная Америка воюет против мирного ислама. Еще такой момент, да, что большая часть этих людей, которые совершают теракты, некоторая часть из них просто не имела вообще причин находиться на американской территории. Братья Царнаевы были беженцы. Поскольку они не были беженцами, они спокойно посещали Россию, и, да, они не родились в Америке, они не были американские граждане по праву рождения. Но тут возникает вопрос, а зачем Америке было принимать таких странных беженцев, которые на деньги американских налогоплательщиков собирают взрывающиеся скороварки? Сан-Бернардино, стрелок, был американский гражданин, жена его была выписана по переписке из-за границы. Какого черта дали разрешение на въезд даме, которая там окончила соответствующую религиозную школу в Саудовской Аравии? Амар Матин, да, гражданин Америки. Но его отец, который то постит посты наши братья талибы, то говорит своим противникам, пусть Аллах накажет вас раком. Этот человек, который до сих пор не умеет нормально говорить по-английски, как он получил американское гражданство. Почему не выслали отца Амара Матина? Там, кстати, в отце, видимо, больше, чем в сыне дело, потому что отец еще и дикий гомофоб. Так вот, да, в 1920-х годах, после того, как анархисты начали взрывать бомбы, а среди анархистов было много итальянцев, в Америке был принят такт о высылке нежелательных иностранцев. Теперь это, собственно, называется Red Scare, что вот тогда вот запугали бедных американцев красной угрозой. А что, не о чем было пугаться? Вот почему не выслать всех царнаевых и всех тавшин Малик? Зачем американское правительство субсидирует взрывы скороварок на Бостонском теракте? Еще раз повторяю, в Европе еще хуже на порядок, в Европе и того нет. Но все-таки, да, какая удивительная вещь, когда вот происходит теракт, и Дональд Трамп тут же говорит, что это радикальный ислам, и президент Обама, и Хилари Клинтон не могут произнести, сначала не могут произнести этих слов. И вот что-то не может быть все... Еще раз повторяю, все-таки есть фундаментальная вещь. Не может быть все благополучно со страной, в которой в 2011 году президент запрещает говорить о том, что ислам может быть воинственным, а в 2014 году запрещает ФБР арестовывать таких матинов, в котором в 2016 после атаки не может сказать радикальный ислам. Вот эта предвыборная ситуация в США после терактов в Орландо и Сан-Бернардино мне удивительно напоминает предвыборную ситуацию 1952 года. Напомню, к этому времени демократическая партия правила США почти 20 лет, из них большая часть пришлась на правление президента Рузвельта. К сожалению, как стало выясняться к 50-му году, эта демократическая администрация была переполнена скрытыми коммунистическими агентами. Их было не 50, не 70, не 200. Даже гораздо больше их было, чем предполагал сенатор Маккарти. Сейчас, когда нам известны файлы Веноны, это раскрытые американским правительством в 1995 году результаты расшифровки российских военных шифров 43-го и 44-го года. И также, когда нам известны записные книжки Александра Васеева, которые вышли в... который работал в архивах НКВД и которые публиковали где-то около 2006 года. То есть сейчас выяснилось, что этих агентов было где-то больше 500. Большинство, разумеется, было просто офисный планктон, которые создавали идеологический левый фон, но там были настоящие бриллианты. Помощник президента Рузвельта Лафлингари, создатель Леон Алджер Хис, первый глава МВФ Гарри Декстер Уайт. И вот несмотря на то, что сам президент Труммен был убежденным антикоммунистом, а на дворе начиналась холодная война, ни Труммен, ни его администрации не оказались в состоянии сами покончить с советскими агентами в их рядах. Вот высокопоставленные государственные чиновники шли тогда на все, что угодно, чтобы выгодить уже изопреченных агентов, и публика США с изумлением наблюдала, как госсекретарь США Дин Эйксон заявлял, что он никогда не откажется от своего друга Алджера Хиса. Уже после того, как было безвозвратно доказано, что Хис советский агент. А Эйксон не мог отказаться от Хис, они были партнерами в одной юридической фирме. И дело было не в том, что эти ребята как-то сочувствовали их взглядам. Потому что в результате демократическая администрация с пеной у рта, заступавшаяся за советских агентов, и доказывавшая, что они-то и есть самые настоящие демократы, была полностью дисквентирована, и Эйденхауэр выборы выиграл с фантастическим отрывом. Вот демократы 2016 не могут произнести слова «исламский террорист» почти по тем же причинам, по которым демократы в 1952-м не могли произнести с советским агентом. Слово «советский агент» не потому, что они сами являются каким-то образом советскими агентами или даже сочувствующими, но потому что их политика так долго была построена на отрицании самого явления, что они попадают в ту же корзину. И вот результат, возможно, будет тот же самый. 985-970-45-45. Юлия Латынина. Опять код доступа. Ну и, да, собственно, последнее, что я хочу сказать. Вот знаете, социализм – это не общественный строй. Это деструктивный мем. Это социально-интеллектуальная эпидемия, так же, как и христианство, он поразил Запад не сегодня. И вот то, что происходит на Западе, в том, что касается политкорректности, которая есть одна из разновидностей социализма, борьбы против буржуазного общества, мы наблюдаем сейчас. Ну, собственно, еще одно было место, где зажигали террористическую угрозу. Франция чемпионат по футболу Евро-2016. Ждали терактов, а дождались погромов. Погромы строили российские футбольные хулиганы сначала в Марселе, потом перебазировались в Лиле, устроили там то же самое. Чего это было? Знаете, это мне напомнило, помните, Тахаруш, как в Кёльне? Ну, когда разные ребята арабские на Новый год начали щупать немок. Ну, там была разница, потому что Тахаруш этот был массовый флешмоб. Был, конечно, без особого организатора. А тут организация была, потому что еще в феврале Daily Mail писала, что вот собираются российские болельщики бить английских фанатов. Происшествие было вполне ожидаемым, замечу, и не только после Марселя, но и после Лиля. Это очень важно, что после Марселя был еще Лиль. А вот тут я хочу отвлечься и на минуточку сказать, что история использования государством около спортивных групп в роли того, что по-английски называется парамилитари, а по-русски с недавних пор называется тетушки, это очень известная история. И самая известная из истории, это мне важно для обоснования последующего, была еще в Римской империи. Партии синих и зеленых устраивали массовые погромы и в Антиохии, но самым главным местом стал Константинополь. Почему Константинополь? Потому что эти спортивные парамилитари получили широкое распространение именно в порогоне империи. После краха традиционной системы городского самоуправления и стремительного роста христианства. Собственно, их существование стало следствием краха системы городского самоуправления. Римская власть нуждалась в том, чтобы как-то организовывать чернь, поскольку больше она не могла организовывать чернь через выборных магистратов, она организовывала ее через громил. Соответственно, наивысшего развития такой способ управления обществом достиг Константинополя. И синие и зеленые там были не цирковые партии. Это был такой стратегический запас хулиганья. Они поддерживали возвышение или низложение того или иного императора. Кроме этого, они были очень полезны, поскольку на выездных сессиях некоторые дефтовали на выездных своих сессиях с дубинками в руках решение некоторым церковным собором. Вообще, вот эти вот спортивные парамилитари очень часто имели союз с другим видом. Тоже парамилитари – это такие церковные тетушки, которые разносили языческие храмы и боролись с еретиками. То есть это я к тому, что делегирование права на насилие лемперн-пролетариату, хулиганам, откровенному блатнику, этот давно опробованный некоторыми государствами инструмент управления. Его плюс – он позволяет государству снять с себя ответственность за насилие. Он позволяет поставить безработных и потенциально опасных уголовников на содержание властей. Но вот как-то в современных приличных государствах этот инструмент не распространен. По одной простой причине, потому что монополия государства на насилие – это один из первых признаков состоятельного государства. Утрата монополия на насилие – ну, можно сказать, за исключением феодализма, но этот сложный случай, который мы сейчас расплатривать не будем. Утрата монополия на насилие – это первый признак несостоявшегося государства. Фейл стоит перерыв на новости. Программа «Код доступа». Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа – 985-970-45-45. И я, напоминаю, закончила на том, что утрата монополии на насилие – есть один из признаков несостоявшегося государства – фейл стоит. Вот в этом смысле поздняя Римская империя со столицей в Константинополе представляла себя фейл стоит. И, собственно, почему так были популярны спортивные тетушки как способ возведения на трон императоров? Ровно потому, что Константинополь был очень хорошо защищен стенами, то есть в город без предварительного согласия не могла попасть ни чья армия, в том числе и своя. И, соответственно, да, можно было полагаться не на вооруженные силы, а просто на хулиганов. Вот, собственно, в современном мире то же самое, да, спортивные хулиганы, фашистующие байкеры, просто громилы везде есть. В любом демократическом обществе это отбросы общества. Президенты страны не катаются с ними на трехколесных байках, не наносят им визиты, не обеспечивают их бесплатным транспортным на чемпионаты. Вот если бы колонна байкеров в США вздумала бы в годовщину ядерных бомбардировок устроить пробег от Хиросимы до Нагасаки, там типа под лозунгом «Смотри раз, сможем и сейчас», то отказ японской стороны допустить их на их территорию не был бы главной новостью на тему опять нас бедных обители. В России принципиально другая ситуация. И посмотрите, какая интересная вещь. У нас такие законы против эстремизма, что палец не всунешь. У нас вот на носика завели уголовное дело за призыв бомбить Сирию, то есть делать ровно то, что делает сам президент Российской Федерации. У нас в тюрьму можно попасть за скол зубной амали омоновца, за картинку из Фейсбука. Была знаменитая история, когда девушка из города Бейска Татьяна Андреева села в тюрьму на 7 лет за то, что она ударила ножом насильника, который опалил ее клофелином и принес в номер гостиницы и начал насиловать. Она проснулась. То есть наше государство панически относится даже к идее самообороны граждан. А уж что касается самоорганизации, ну, ребят, ну у нас отрабатываются учения, как разогнать пенсионеров. Причем у нас для этого создана национальная гвардия. Что такое национальная гвардия, внутренняя армия. Как-то у Виктора Суворова была замечательная статья на том, что только у России есть внешняя разведка и внутренние войска. Потому что у всех стран нормальных разведка всегда внешняя, разведка всегда внешняя. И войска всегда внешние, а внутренних нет, против своего народа не воюют. Да, так вот у нас, значит, то пенсионеров отрабатывают, то отрабатывают, как разгонять рабочих, которым не платят зарплаты. Помните, что случилось с грузовиками, водителями, когда они попытались самоорганизоваться против Платона? Купили, запугали, задавили. Наивно спрашивать в этой ситуации, являются ли скоординированные и молниеносные погромы в Марселе и Лиге результатом спонтанной самоорганизации российских болельщиков. Российское государство не признает спонтанной самоорганизации. Этих болельщиков, извините, привезли бесплатно. Насколько я понимаю, да, как они вообще попали в кризис в Европу. Да, как они попали туда, насколько я понимаю, были чуть ли не самолеты Минобороны. Вообще, кого он возит с самолетами Минобороны? Обычно возят солдат. А до этого был совершенно качественно другой уровень громил. Да, они выступали, вот цитирую я здесь Дейли Мель, в другой категории, нежели обычный английский хулиган, тренирующийся на певе и чипсах. Но самое главное, вот именно то, что Кремль не терпит никаких организаций, заточенных тем более под насилие, если они косвенно как-то не контролируются. Там довольно много написано текстов о том, как они тренировались, где-то в лесу, где у них были тренировочные лагеря. То есть, хорошая школа погромов гражданского населения с помощью подручных предметов. Вот вы представляете себе такую школу где-нибудь организует Навальный. Вот сколько минут пройдет, прежде чем всех участников закатают на 15 лет. То есть, вот что произошло во Франции, вполне ясно. Были хорошо организованные группы российских хулиганов, они избивали британскую неорганизованную футбольную плесень. Вот другой вопрос совершенно непонятный. Понятный, зачем это было надо, и было ли это санкционировано непосредственно государством. Потому что здесь, на самом деле, куча вариантов. Потому что, еще раз, нет вопроса, что государство само расплодило этих ребят. Точка. Эти люди тренировались внутри государства, которые не терпят тренировки организованных групп, тем более, таких. Но вот тут богатство вариантов зачем? Ну, самое конспирологическое, что типа это была вот такая пробивка. Вот поставить, измерить европейскую реакцию. Вот помните, перед Российско-Грузинской войной тоже были пробивки. Один раз мы даже ракету уронили и сказали, что ее уронили сами грузины. Закопали сами грузины. То есть, это было, замеряли реакцию Запада, у Запада было все равно, война началась. Да, вот возможно, что пробивка со спонтанными российскими погромами в Марселе предшествует спонтанным погромам где-нибудь там в Таллине. На самом деле, я в эту версию мало верю, ровно потому, что она предусматривает, что у нас государство очень такое сильно продуманное. А хотя мы немножко склонны к мышлению в стиле заговора, все-таки чаще в Кремле стратегии сталкиваются, и чаще в Кремле все-таки вещи происходят в виде реакции, а не в виде долгой стратегии. Так что, другой вариант, что это просто такая типичная рзац война, на которой, собственно, как раз мастер наш режим. Ну вот, обратите внимание на реакцию Маркина. Что Маркин сказал после того, как появились, после того, как этих болельщиков стали задерживать. Представитель Следственного комитета сказал, что они там мужиков настоящих не видели, все, значит, ходили апогей парадов. Как сказал по поводу «Хрустальной ночи» доктор Геббельс, это проявление здоровых инстинктов арийской нации. Вот это такой абсолютный синдром хулигана, который искренне считает себя жертвой. И это, возможно, вот тот пиар-эффект, который добивалась Россия, когда, кстати, то же самое делают исламские стримисты, когда они, с одной стороны, по-разному взрыв башен, близнецов, а с другой, говорят, это они сами взорвали, чтобы скомпрометировать мирный ислам. И вот в этом смысле, да, конечно, очень возможно, что это вот дальнейшая история, вот как с пробегом байкеров. Да, вот мы, если байкеров не пустили, то это нас бедных обидели. Да, кстати, вот очень много вопросов, особенно наше телевидение говорило, типа, вот, да, наши хулиганы, конечно, были хулиганы, но почему была такая дискриминация, почему брали только наших, а не английских? Ответ, ровно потому, что есть разница между хулиганом, который пьет пивасик, это плохо, это отброс общества и так далее, и хорошо тренированной и организованной группой, кстати, совершенно трезвой, даже той, которая на него налетает. Россия постоянно играет в такую гибридную войну, это вот как герой, там, Георгиевскую ленту влетит над Нью-Йорком. Пролетела над Нью-Йорком Георгиевская лента, это круто, считай, вот мы почти уронили на них ядерную бомбу. А если бы Георгиевскую ленту запретили, мы бы сказали, наших обидели. Ну, наконец, третий вариант, это если людям, уполномоченным руководить российскими футбольными погромщиками, снявся лавры хирурга, потому что понятно, что, в общем, люди, которые такие натренированные на спонтанное устройство драк на улицах, в общем, тренировались-то бить не английских болельщиков, а пятую колонну. Вот они, может, в Марселе показали товар лицом. Ну, и, конечно, еще вариант, что просто у нас очень много вещей делается, потому что на них не просчитывается реакция Запада. Вот, например, когда мы одновременно аннексировали Крым и одновременно призывали Европу строить Южный поток, да, то понятно, что это как-то вот цели противоречит другому. Либо Южный поток, либо Крым. И вот я вполне допускаю, что это было что-то, знаете, типа, ах, вы не снимаете санкций, но мы вам покажем, что умеют наши болельщики. И что никто не задумывался при этом о реакции Европы. А реакция оказалась очень простая, потому что попали в самую больную точку. Европа все глотает. Но есть одна вещь, которую леволиберальная туса еще с 1923-го стараниями сталинского пропагандиста Мюнценберга не глотает. Это нацизм и фашизм. И вот сейчас половина европейских газет полна фото. С одной стороны, вот этот Шпрыгин, руководитель союза болельщиков, который кидает Зигу. С другой, тот же самый Шпрыгин застарксено и спиной Путина вплотную. То есть, вот, ну, еще, то есть, вот, собственно, очень возможно, что, и то, что мы видим, собственно, что происходит, что очень жесткая реакция Запада внезапно на этих болельщиков, это, да, Западу очень сложно реагировать, допустим, вот, как я уже сказала, на радикальных исламистов. Потому что, действительно, как их отличить от мирных мусульман, да, потому что есть левая тусовка, которая делает все для разрушения буржуазного общества и которая пользуется для разрушения буржуазного общества чем угодно. Потеплением, так потеплением, социализмом, так социализмом, исламом, так исламом, исламизмом, так исламизмом. Да, все им годится, лишь бы им не нравиться само буржуазное общество. они не могут противостоять тому, что находится внутри самого общества. Каждый раз, когда возникает какая-то вещь снаружи, например, тот же ИГИЛ, или, например, Россия, которая ведет себя, конечно, не как террорист, но как хулиган, а дата оказается, что очень легко с ней бороться. И вот если вы посмотрите, что вдруг начали предпринимать меры против России, то такое впечатление, что за все неудачи западного общества, действительно, сейчас у западных политиков, будет очень легкая возможность отыграться. И не случайно этим ребятам уже дали достаточно приличные сорока. Еще раз повторяю, самое главное. Главная причина, по которой ни одно развитое государство не делегирует громилам право на насилие, заключается в том, что любая организация, получившая от государства франшизу на насилие, стремится эту франшизу развить в ущерб первоначального франшизодателя, как это происходит, например, на наших глазах в Чечне. И вот абсолютно не случайно, шествие хулиганов по европейским столицам, триумфальное российских, совпало с названием моста в Санкт-Петербурге в честь Ахмата Кадырова. 985-970-45-45 и одна еще тема, на которую я хотела подробно остановиться. В последнее время я с интересом наблюдаю за тотальным, почти мочиловым мэром Москвы Собянина в интернете, и не только. И, в общем, мне, знаете, как-то стало интересно, потому что вот был в Москве мэр под названием Юрий Лужков. Я была жена, Батулина. При Лужкове Москва превратилась в не город. В общем, да, все московское хозяйство превратилось в инструмент для обогащения частных лиц, в том числе удачливый бизнесмен Шибатуриной. Было сделано при Лужкове несколько вещей. Первое. Было потеряно всякое ощущение городского пространства. В историческом центре процветало нечто, что называется точечная застройка. Точечная застройка – это эвфемизм. Это когда был особнячок в три этажа, его разрушили, сделали семь. При этом остались те же пропускные способности улиц, те же коммуникации. Еще приватизировали трансформаторную будку во дворе, построили на этом месте многоэтажку. Ни один метр площади в центре столицы не считался по остроумному замечанию моего знакомого Михаила Блинкина, если под ним не построили торговый центр на несколько десятков тысяч квадратных метров. Что происходило с трафиком, понятно. Дороги строились, кстати, так. Объявлялся подряд, давались деньги. Эти деньги потом передавались субподрядчикам. Строительство начиналось. А потом субподрядчики разбегались деньгами, а подрядчик говорил, ну вот, я же не знаю, да, я же не виноват, субподрядчики исчезли. И я помню, как вот не доезжая от Цветного бульвара, несколько лет посереди бульвара, посреди одной из главных артерий Москвы, просто все это было перекрыто. И как-то, знаете, никто не возражал. А городская реклама как-то случайно приносила копейки. А чиновников, которые ей занимались, регулярно подстреливали. Реклама в метро приносила копейки. Метро не строили. Кстати, знаете, почему не строили метро? Там же даже федеральные деньги выделялись на метро. Но когда федеральные деньги были выделены на метро, то федеральный центр сказал, а теперь мы еще Лужков хотим посмотреть, как они будут раскодываться. На что Лужков перестал строить метро. Это в городе, который лопается по швам. Все площади в центре, там все места, которые абсолютно нельзя застраивать, возле тех же самых станций метро, которые застраивать реально опасно по технологическим вопросам. Да, превратились в такой восточный базар с этими ларьками и шаурмой. Самое главное, непоправимое, что произошло в Москве, перестала существовать городская среда как общая целая. Потому что город – это не сумма зданий. Город всегда больше суммы зданий. При этом 90% в правительственных СМИ захлебывалось от восторга. Еще 10% хранили скорбное молчание. Понятно почему. Потому что когда коммерсант написал, что Батурина имеет отношение к обвалившемуся аквапарку, коммерсант в московском суде тут же проиграл. Я помню, как ваша покорная слуга посчитала, когда Батурина стала продавать квартал Шуваловский, а там это была земля, которой выделена была Московской университету, еще Сталина. Значит, Батурина построила библиотеку для Московского университета, а взамен получила эту землю. Там она построила квартал Шуваловский, и я тупо посмотрела, сколько стоит эта библиотека по квадратным метрам строительства, и сколько продается по квадратным метрам квартал Шуваловский. На всякий случай уменьшила сумму в 10 раз, и озвучила ее здесь вот по радио. Пришлось извиняться. Пришлось извиняться, потому что иначе бы нас судили, и всем прекрасно было понятно, какие шансы мы бы имели в московском суде. Да, кстати, еще такой момент. А помните, как при Лужкове было любую бумажку оформлять? Какие были очереди в любое учреждение? Какую справку было оформлять? И вот в Москву пришел другой мэр, Собянин. Он никакой не оппозиционер, лояльный шещеновник, пусть от пути плотинского режима. Могу вполне делать то же самое, что Лужков. У этого мэра так на минуточку появились МФЦ, многофункциональные центры, где можно любую справку получить. Ну вот за пять минут ты подал, потом получил. Грузия подает это великое достижение. Такую же самую историю. Я тоже очень рада за Грузию. Я считаю, что Грузия сделала потрясающее дело. Собянин это делает тихо и не пиарит. Понятно, что у Собянина не грузинский вариант по той простой причине, что он не может отменить на федеральном уровне само количество бесчисленных глупейших справок. Но это не уровень Собянина. Он этот вопрос не может решить. Он может решить только вопрос, что человек может за пять минут прийти, подать заявку и через некоторое время прийти и за пять минут получить справку. Вот это он может сделать, это он сделал. Этот мэр запретил точную застройку. Все, точка, нету, от слова совсем. Этот мэр вдруг перестал строить подземные торговые комплексы. Вдруг этот мэр начал строить дороги не за восемь лет, не за три месяца, а просто вот потому, что перестала происходить эта история с субподрядчиками. Дороги строятся очень быстро. Этот мэр начал строить метро. Самое главное, этот мэр сделал так, что впервые за много лет Москва стала городом. Что у нее опять целая большая часть. Вот вся администрация Собянина построена на заботе о городском пространстве. Я вам, кстати, рекомендую совершенно потрясающую статью Гриши Ревзина в СНОБе. О том, зачем плитка, о том, зачем вообще ощущение городского пространства и города. Решения мэта у мэра нет, не бесспорны. Они не бесспорны по следующим причинам. А. Когда болезнь зашла так далеко, хороших и простых способов лечения нет. Б. Потому что когда режим, в принципе, скажем так, не до конца легитимен, то и мэр тоже не до конца легитимен. Особенно для интеллигенции и оппозиции. Для оппозиции, понятно, Собянин не может быть легитимнее Путина. В-третье. Ну, Собянин живет не в безвоздушном пространстве. Понятно, что если что-то хотят Ротенберге построить, Собянин вряд ли Ротенбергам может отказать. Ну, вот не может он, не знаю, снести торговый центр европейский. Есть решения этого мэра, на мой взгляд, которые являются безусловным плюсом, который надо было давно сделать. Это А. Запрет точечной застройки. Кстати, сколько миллиардов это коррупции, и на этой коррупции поставлен крест, вы можете только себе представить. Второе, я уже говорила, отказ от строительства этих гигантских торговых подземных комплексов, которые с точки зрения просто логистически убийственны в центре города. В. Строительство метро. Д. Платные парковки. Единственный способ сделать, как я уже много раз говорила, воздух бывает бесплатным только когда вы им дышите на природе. Когда вы ныряете с аквалангом, за воздух приходится платить. Когда парковка в центре города, мегаполис является ограниченным ресурсом, за нее надо платить. Иначе бесплатная парковка, во-первых, вы никогда не проедете по этому городу. Во-вторых, это будет скрытая субсидия всеми людьми, которые не катаются на автомобиле, тех людей, которые на автомобиле катаются. Знаменитая плитка. Вот Гриша Ревзин, еще раз отсылая вас к этой замечательной статье, объяснил популярно, зачем плитка. Как он точно сформулировал, чтобы город пошел ножками, нужна плитка. Я могу честно сказать, что я только сама, несмотря на то, что я не самая последняя дура, я только сама после статьи Ревзина это поняла, потому что я вспомнила, как я однажды выходила зимой где-то с вышки на Мясницкой, где был тротуар полметра шириной, и пройти было невозможно. И я подумала, больше я никуда сюда не пойду. Да, сейчас, кстати, посмотрите, как реконструируем Мясницкую. Это не пешеходная улица, но по ней можно нормально ходить. Троллейбусы. Вот я очень уважаю Максима Кальца, но пусть он перестанет пороть ерунду о том, как ужасные московские власти ликвидируют в центре города троллейбус. Троллейбус – это социалистический транспорт. 70% троллейбусного парка приходится на СССР и его окрестностей. Троллейбусы производят единственный завод, реально производят имени Уицкого. Он их производит на том уровне, которым они производились в прошлом веке. Этих троллейбусов не хватает. Нет никакого смысла развивать эту тупиковую ветвь эволюции. Представляете, чтобы еще московский городской бюджет, вместо того, чтобы покупать на рынке автобусы, вкладывался вот в эти самые троллейбусы. Экологические преимущества троллейбуса мизерные перед автобусом, потому что, напомню, что все автобусы, которые сейчас мэрия закупает, они на стандарте евро-5. У нас миллион машин по Москве ездят на стандарте евро-2. Сказать, что это автобусы загадят в центре, а не эти машины, это смешно. Да, будет в будущем электрический транспорт, будет выигрывать трамвай, будет и разрабатывается, несомненно, будет производиться электробус. Вот какой смысл вкладывать гигантские деньги в троллейбусы, если через 20 лет везде будут электробусы? Еще, кстати, момент. Троллейбусы – это по определению государственный транспорт. Автобус может быть частный. Ровно, собственно, поэтому троллейбус всегда был социалистический. Есть у Собянина, на мой взгляд, подчеркиваю, решения абсолютно правильные, но которые нужно или можно было реализовывать другим способом. Вот с моей точки зрения, все эти ларьки, которые он снес, надо было сносить, но при этом надо было платить компенсации людям. И сносить их было не со словами «ваша собственность незаконна», а также, как сносят в Америке, по пятой поправке, что можно сносить любую собственность, если это нужно городу, но при этом ты платишь владельцу. Тем не менее, да, кстати, заметьте, почему Собянин это вообще смог снести? Потому что там же были снесены сотни до этого действительно незаконных. А потом снесли те, чьи владельцы как-то там уже арбузной коркой просочились в судах. И вот эта же поправка, которая позволяла сносить даже законные строения, она же была сделана для Крыма. Она же была принята, пробита не Собянином. Она была пробита для того, чтобы в Крыму можно было снести вот весь этот ужас, который там стоит вдоль побережья. В Крыму, поскольку там все абсолютно как и было, так и осталось коррумпировано, все это не снесли, а московские власти быстренько воспользовались и снесли. И что вы думаете, те самые люди, которые нам рассказывали, как это ужасно, что сносится частная собственность, уважаемый, глубоко уважаемый мной Пархоменко, да, тут публикует блог о том, что а вдруг это коррупционная схема, и сейчас вот эти люди подают в суд и в сговоре с чиновником возьмут бабки. Так, наверное, коррупционная схема была бы гораздо проще, если бы этих людей оставили. Есть решения у Собянина, на мой взгляд, очень плохие. Вот самое ужасное, на мой взгляд, что делает сейчас Москва, и это, кстати, никто не обсуждает, это застройка новой Москвы. Это, опять же, не мое мнение, это вот мнение, опять же, из разговора с Михаилом Блинкиным. Зданиями высокой этажности застраивается новая Москва. Ребята, везде пригороды одноэтажные в мире. Мы создаем логистическую задачу, которая, в принципе, нерешаема. Потому что, ну и так метро перевозит, да, сколько, 65 тысяч пассажиров в сутки. Больше метро не перевезет. У нас и так поет метро 45 поездов в час. Вместимость этих поездов ограничена длиной платформы. Метро для прилегки физически построить нельзя. Что будет со всеми этими людьми? Как они будут ездить? Да, но еще раз повторяю. Да, вот есть решения дурацкие, типа однолетних цветов, вот этого дурецкого фестиваля «Московская весна». Повторного ремонта, когда, значит, сначала Хуснулин отремонтировал, а потом Бирюков. Ответ. Не бывает у человека всегда правильных решений. И вот что я могу твердо сказать, что все эти решения, правильные и неправильные, продиктованы, я вижу, одним правильным пониманием города, как общественного пространства, каковым Москва наконец стала. И, Б, последнее, что я хочу сказать, я лично не видела ни разу того, что можно назвать мегакоррупционным решением. То есть, когда решение принимается специально для того, чтобы украсть. И последнее, ребят, сколько критики было по отношению Клышкова из критики, сколько критики по отношению Собянина. Вам это не кажется странным? Соотнесите. Всего лучшего. До встречи через неделю. Программа «Код доступа».